Президент Турции совершил визит в Молдову. Вроде бы совершенно обычное дело, когда главы государств приезжают в гости по приглашению своих зарубежных коллег. Да и сколько их, посетивших Молдову, набралось за годы независимости. Но Раджеп Таип Эрдоган оказался для некоторых наших политиков гостем особенным. В том смысле, что они предпочли его жестко критиковать. Впрочем, были и те, кто спокойно и хладнокровно делал выводы о молодо-турецких отношениях, товарообороте и инвестициях. Так что же сегодня означает Турция для Молдовы? Какие выгоды сулит экономическое сотрудничество? Что думают по этому поводу в Гагаузии? И, наконец, оправдано ли возмущение правой оппозиции? Это вопросы сегодняшнего эфира. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И помогать, отвечать мне на столь непростые, мне кажется, вопросы будут мои гости. Богдан Цырдя, депутат от партии социалистов Республики Молдовы, политолог. Добрый вечер. Добрый вечер. Экс-посол Республики Молдовы в Турции Виктор Цверкун. Очень приятно. Здравствуйте. Ну что ж, мне кажется, тема интересная, потому что визитов, которых на нашей памяти было совершено с зарубежными лидерами, великое множество. Но я вот не помню, чтобы вот прям так страсти разгорались, чтобы одни были так категорически за, другие были так категорически против. И вообще было много-много-много-много хайпа по этому поводу. Ну давайте разбираться, почему так произошло. Кто в этом виноват? И далее по всей нашей повестке. Но давайте начнем с самого начала. Прежде всего, что означает для Молдовы сотрудничество с Турцией? Вот я бы хотела, чтобы вы взглянули на это сотрудничество в экономическом и политическом плане. Доктор Иванович. Я предлагаю взглянуть гораздо шире, нежели экономически и политически, потому что здесь задействованы в первую очередь люди, население Республики Молдова, население Республики Турция. Огромное количество семей смешанных, которые проживают на территории нашей страны, которые проживают на территории Республики Турция. Это, по сути дела, результат тех изменений, кардинальных изменений, которые произошли в начале 90-х годов, когда открылись границы Республики Молдова, когда были установлены дипломатические и политические контакты между нашей страной и Республикой Турции. Я хочу сказать, что Республика Турция, так же, как и все наши соседи, представляет особое значение для нас. И в чем это выражается? Если вы обратите внимание, огромное количество товаров, которые были в 90-е годы, да и сейчас продолжают находиться на прилавках наших магазинов, рынков и так далее, берут свое начало от производителя из Турции. С другой стороны, мы говорим о сельскохозяйственной продукции, которая поставляется сюда, но одновременно поставляется и отсюда, в Республику Турцию. Я помню, что в начале 90-х годов, то есть до установления дипломатических отношений, товарооборот между Республикой Турцией и Республикой Молдовы составлял порядка 100 тысяч долларов. Сейчас мы говорим о разных цифрах, но они, во всяком случае, являются значительными, более 200-250 миллионов долларов в исчисление. Хотя есть один очень большой вопрос, как ранее, то есть первая цифра была озвучена, так и сейчас последняя цифра озвучена. Они говорят о том, что это общий объем, а вот какова доля Республики Молдовы, экспорта нашего в Турцию и какова доля импорта, вот здесь проблемы. Потому что две трети из этой суммы, они выпадают, если не больше, на импорт из Республики Турции, а остальная часть это является экспортом. Мы поговорим сейчас об этом. Вначале хочу дать Богдану возможность высказаться. Богдан, что означает для Молдовы сотрудничество с Турцией? Я предложила экономику и политику, первонаперно. Знаете, Турция реально региональная держава. Нравится вам или нам это или нет. И у нее, с моей точки зрения, все-таки огромнейший ВВП. Речь идет о 857 миллиардов долларов. Это самый крупный ВВП. Вот в Евросоюзе только 3-4 страны могут, как вам сказать, похвастаться большим ВВП. Это Германия, это Италия, Испания, да? Говорят, что в мире это 15-16 экономика. Да, то есть это огромнейшая экономика. Я вам хочу, что еще тут спад был, потому что раньше у них был еще больше ВВП. Это первый момент. Второй момент, наиважнейший, с моей точки зрения, это товарооборот. О нем уже говорил Виктор Иванович. 323 миллиона долларов это в 2017 году. И в этом году этот товарооборот растет. По крайней мере, уже сегодня мы говорим о том, что мы должны дойти до 1 миллиарда долларов товарооборота. Это второй момент. Третий момент, все-таки, наиважнейший, с моей точки зрения. Турция, это один из крупнейших инвесторов в Республику Молдову, в нашу экономику. На сегодняшний день это приблизительно не меньше, по крайней мере, 1306 предприятий с турецким капиталом. Это почти полмиллиарда лей уставной капитал. Я уже не говорю о том, сколько наших граждан, у нас же без виз с Турцией, сколько наших граждан там работают, сколько там торгуют. Что наш рынок весь действительно переполнен турецкими товарами. И более того, самый важный нюанс, который я хочу подчеркнуть здесь особо, это то, что Турция является не только крупным инвестором в нашу экономику, но и одним из крупнейших доноров. Вот мы все говорим, Евросоюз, США и так далее. И, наверное, правильно говорим, но вот с 1991 по 2018 год Турция вложила в виде помощи, помощи, не кредита, а помощи, в зоне 80 миллионов долларов США. Только в этом году, в 2018, речь идет о 20 миллионах. И вот сегодня, сегодня господин Эрдоган в Гагаузии уже открывал где-то, если я не ошибаюсь, 4 культурных объекта. Понимаете, то есть там и детский садик, там и дом для престарелых, да, в Камрате, если я не ошибаюсь, потом там и дом культуры, потом там, ну, все что угодно. В Гагаузии, я, допустим, знаю, что в этом году госпожа Ирина Влах даже выиграла какой-то проект по водоснабжению города, конечно, понимаете, по строительству канализации. По крайней мере, речь шла об этом, что турки согласились. Проблема заключается в другом, что это водоснабжение в Гагаузии входит в единый пакет водоснабжения Гагаузии, который был еще подписан в 1994 году при первом визите Сулеймана Демиреля. И этот кредит начал осуществляться в 1998-1999 году. То есть это третий транш, первый транш Камрат, второй транш Селегон. Да, там не доходило до сих пор, потому что я был вот недавно, месяца два или три назад в Камрате, в Гагаузии, это просто жесть. Там вода техническая, понимаете, там вода техническая, там невозможно пить, да, эту воду. Это катастрофа. И именно, насколько я понял с ситуацией на местах, что именно госпожа Влах, вот, благодаря ее, вот, какому-то, не знаю, личному активизму, там, и так далее, да, она вот добилась, чтобы там либо расширили этот проект, либо дали дополнительное финансирование и так далее. И сегодня турки, вот сегодня уже начали, как это называется, студию дефизабилитати, да, то есть изучение, скажем так, ситуации на месте, чтобы потом разработать инженерные все эти проекты. Это очень важно, понимаете, вот мы тут рассуждаем, а когда ты, представьте себе, вот ты сидишь, и у тебя нет воды в городе, нет воды. Я уже не говорю про другие вещи, просто нет. Ну, многих волновал один вопрос. Вот после создания зоны свободной торговли с Турцией говорили, что это все явно не в интересах нашего молдавского рынка. Вот все-таки прошло время, Виктор Иванович, говорили, вы же слышали об этом, да, дескать, туркам мы здесь серьезно уступаем, и в этом и есть, в принципе, ну, вот главный интерес, почему турки проявляют, кроме Гагаузии, понятное дело, интерес к республике Молдова. Согласны ли вы с этим? Да, нет, почему? Когда мы говорим о зоне свободной торговли, я хочу сказать, что это в значительной степени подстегивает и нашу экономику, то есть заставляет ее быть более конкурентоспособной, это первый момент. Во-вторых, когда мы говорим о этом документе, он же не первый год, понимаете, обсуждался, он обсуждался и в 90-е годы. Вопрос в другом еще. Когда мы говорим за или против, прежде чем сказать да или нет, необходимо сделать обязательно анализ, анализ ситуации. Что это дает нам? Вот я хотел бы видеть этот анализ. К великому сожалению, ни вы, ни я не увидели анализ экономический, который обосновывает позитивные или негативные стороны. Ну, знаете, если вот без анализа, то когда ты заходишь в супермаркет, и ты видишь, что помидоры там турецкие, ты видишь овощи там остальные, да, лук турецкий, да, ты идешь на рынок, и ты видишь, что помидоры там тоже не молдавские. И в лучшем случае они турецкие тоже. Вопрос в другом. А скажите, до подписания этого договора не было турецкой продукции? Я тоже самое хотел сказать. Были. Были. И не в меньшей степени. Но я хочу сказать и другое, что за последние годы количество произведенных товаров местного происхождения значительно увеличилось. Значительно увеличилось. Хорошо. В чем интерес самой Турции к Молдове тогда? Я вам скажу даже так вот, кратко, по зоне свободной торговли. У нас что с Евросоюзом? Вы видели этот договор до его подписания? Никто не видел. Были референдумы, были дискуссии, были что-то появилось в английской версии. И просто взяли, да проголосовали. И даже, я отвечу за эти слова, ни по одному пункту мы не вели переговоров и не отстаивали наших национальных интересов. Торг. Не было вообще ничего. Просто взяли, подписали, нам дали драфт, мы подписали и слава богу. Ну потому что говорили, мы получим без вествия. Поэтому больше никого ничего не интересовало. И что мы видим, Людмила, мы видим то же самое. Что у нас как был импорт в два раза выше экспорта, так он и остался. С Евросоюзом, чуть ли не с большинства стран. Понимаете? Из Турции не исключение. А вот этот договор нам что дал? Что дал? Один плюс. Если до сих пор мы только импортировали из Турции, просто импортировали, экспорт был нулевой, то благодаря этому договору, ну я образно говорю нулевой, да, благодаря этому договору у нас появились какие-то и институциональные, законодательные, и политические механизмы, которые позволили нам хотя бы, чтобы было на одну треть, понимаете? То есть одна треть экспорт, две трети импорт. Хотя бы вот так увеличить эту составляющую. Что уже позитивно с моей точки зрения. Это раз. А два, когда вы говорите, какой интерес Турции. Да, у Турции, молодой. Ну, во-первых, понимаете, давайте не прятаться за пальцем, скажем так. У Турции и у господина Эрдогана в частности существует вот эта мечта, скажем так, да, о пантюртизме, о нео-османизме, да. И господин Эрдоган даже и не скрывает особо этого, да, что он вот хотел бы вернуть величие Турции, вернуть величие, да, времен Турецкой империи и так далее. И Турция вот уже много-много лет, да, это было и до Эрдогана, и будет и после него, благодаря различным вот агентствам, типа ТИКО, через культурные НПО, ассоциации и так далее, они во все страны, тюркоязычные это раз, тюркоязычные, то есть Средняя Азия и так далее. Едва во все страны бывшего, бывшей Османской империи, они открывают свои представительства, они продвигают различные культурные проекты, социальные проекты, экономические проекты и так далее, да, показывая тем самым, что у них есть определенный политический и геополитический интерес. У нас в Молдове есть Гагаузия. Я прошу прощения, вот если можно, политический интерес. У нас в Молдове есть Гагаузия, правильно? Правильно. Это сколько? 4% где-то населения, правильно? Сколько их? 160-170 тысяч, чтобы сейчас не ошибиться, население, ну не меньше, да, граждан. Это действительно мощный такой анклав в Республике Молдова, который еще имеет автономию, давайте не забудем. Три, они на латиницу, они на латиницу перешли тоже, да, как и весь тюркоязычный мир. Более того, у них тюркский язык, да, то есть диалект тюркского языка. И, безусловно, Турция имеет свой интерес для того, чтобы иметь в Республике Молдова, скажем так, вот свое лобби, иметь свое представительство, иметь свое влияние, в том числе, да, вот через на Гагаузов, через Гагаузию и так далее. Что, к чему это приведет в далеком будущем, сегодня можно спорить долго и рассуждать долго. Но то, что Турция хочет стать неким лидером, понимаете, во всем тюркском мире, да, от Монголии до Балкан, до Балкан, это безусловный факт, это неоспоримый факт, и это заметно, что Турция... Вы сейчас насмерть перепугали Майю Санду и Андрея Настаса, но тем не менее... Следующая вещь. Господин Сырди говорит о том, что Турция стремится быть лидером пантуркизма, то есть в этом большом мире тюркоязычных народов. Это недостаточно сказать, потому что начиная уже с 90-х лет прошлого столетия, я помню, как учитель и наставник нынешнего президента Турции, это бывший премьер-министр Эр-Бакан, стремился сделать Турцию мировой державой. И не случайно в 1997-1998 годах были попытки создания параллельных структур НАТО и параллельных структур Евросоюза не в тюркоязычном, а в исламском мире. Таким образом, здесь желание, оно приобретает более солидные, более фундаментальные вещи, потому что выходит далеко за пределы тюркоязычного мира. Не случайно в начале нулевых годов Турция выступала в качестве лидера во многих мероприятиях, идеях, планах, программах как раз в исламском мире, стремясь стать лидером. Особенно после того, как потерял свои позиции Иран, Ирак, Египет, Ливия в том числе. Так что здесь необходимо смотреть гораздо шире. С другой стороны, давайте не будем забывать тот факт, что еще в 1994 году, когда я уже отмечал этот момент, когда был подписан базовый договор о мире и дружбе и о сотрудничестве между Республикой Молдовы и Турцией, одна из статей посвящена тому, что Турция воспринимает Гагаузию как мост дружбы между Турцией и Республикой Молдовы, делая упор в первую очередь на сотрудничество с Республикой Молдовы. Это очень важный момент. Я вам хочу сказать, что для Турции Республика Молдова является важным не только экономическим партнером. Мы говорили о сотнях и даже более тысячах фирм, компаний турецких, которые основаны здесь и действуют. И обратите внимание, что очень многие из этих компаний, даже большинство из этих компаний зафиксированы и действуют не на территории Гагаузии, а на севере Молдовы, в центре Молдовы. То есть они рассматривают Республику Молдову, экономический потенциал Молдовы, площадку экономическую как общее целое. Это очень важный момент. Есть и политический момент, составляющий, когда они смотрят на Республику Молдову как политического партнера. Это очень важный момент. Вы зря улыбаетесь. Я улыбаюсь, потому что об этом сегодня много говорили либералы. Но если позволите, я немножечко структурирую нашу программу. И для того, чтобы какие-то моменты прозвучали вовремя, я задам этот вопрос непременно. Я слышу вас о целях Турции и тогда удивляюсь, почему же так нашу политическую элиту удивило решение Турок помочь в реконструкции президентского дворца. Ну прям так удивило. Вот они говорят, ну вот просто так, ну не может такого быть. Возмутило, вы хотели сказать. Ну, удивило. Сначала удивило, потом возмутило. Давайте, да, вот по очередности. Вначале все-таки это удивило, потом возмутило, потом они это даже как-то интерпретировали, причем каждый по-своему. Вот, Виктор Иванович, почему они решили это сделать? Потому что это такая вот загадочная турецкая душа ко всему сказанному еще. Речь не только о загадочной душе турецкой. Я вам хочу сказать, что среди многочисленных проектов, которые были осуществлены Турцией через Тику, самые дорогостоящие проекты, они были на территории Республики Молдова. Это на протяжении этих 27 лет. И господин Цирки как раз подтвердил это инвестициями и помощью Турции в нашей стране. С другой стороны, желание быть лидером не только субрегиональным или региональным, а мировым, требует определенные затраты. И вот здесь тоже надо принять во внимание желание оказать помощь, безвозмездную помощь, я считаю, для того, чтобы упрощить свои лидирующие позиции. Это один момент. Есть еще и второй момент. Я вам хочу сказать, что динамика экономического развития Турции, она позволяла производить сюрплюс в своей стране. И это дало им возможность оказывать помощь не только Республике Молдова, но и другим странам, где есть политический, экономический, социальный интерес. Я благодарю вас. Пагдан. В принципе, так и есть. Если рассуждать в общем, когда говорят, а почему Швеция дала какие-то деньги на какой-то центр? Или почему Турции здесь вложили такие огромные деньги? В геополите есть еще понятие мягкая сила, soft power. То есть мягкая сила, это когда одно государство через культуру свою, через свой авторитет, через свои какие-то медиа, через свои другие институты, понимаете, через пожертвования, благотворительность, имеет авторитет. И на базе этого авторитета она создает себе влияние, имидж и власть в мире. Это, допустим, у США на сегодняшний день самая большая мягкая сила в мире. Мы понимаем, у них тысяча НПО, тысяча... Турция делает то же самое, понимаете? Она вот дает нам безвозмездно, без каких-либо условий, без предусловий и так далее. Это нас шокирует. Как так? Да не может быть. Да что-то там должно быть. Что-то они или мечети хотят, или там в рабство нас и так далее. А ведь турки мыслят стратегически, понимаете? Турция, с моей точки зрения, как и Россия, как немцы, как китайцы, это имперские страны с имперской ментальностью, с имперской стратегией и историей, понимаете? А сегодня имперская стратегия означает мыслить десятилетиями наперед, когда ты вот благодаря разным и пожертвованиям и так далее, ты становишься лидером в символическом плане, а потом и в политическом. Поэтому эти действия Эрдогана, в данном случае, и Турции вообще, мне не то, что они кажутся нелогичными или какими-то странными, они даже очень просчитаны, они правильно. И они, благодаря вот таким действиям, я вам хочу сказать, чтобы закончить, они реально стали лидером в Средней Азии. В Средней Азии, потому что сегодня Турция имеет огромное влияние и на Киргизию, и на Казахстан, и Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан особенно, там уже вообще идет чуть ли не, как вам сказать, рука в руку. Один народ, две страны. Да, один народ, две страны и так далее. Там уже все, там почти сливание идет. И Турция добивается этого. С одной стороны, идут на восток, чтобы тюркский мир восстановить и чтобы к нефти ближе, если так грубо говоря, прибраться. С другой стороны, они идут на запад, на Европу, чтобы быть, во-первых, восстановить тот тюркский ареал, османский ареал, атаманский ареал, который был когда-то под Турцией. Турция имела, вот, была ядром этого мира. С другой стороны, они идут для чего? Потому что на западе и технологии, на западе и рынки и так далее. Можно я дополню одну вещь? Вполне логично. Дело в том, что те деньги, которые были пожертвованы, вдар даны, они не имеют коррупционную составляющую. Это очень важный момент, потому что те объекты, которые были построены с их помощью, они видны. Ну, право и что говорят? За это выслали 7 граждан. Подождите, но дело в том, что деньги были даны не сегодня, не вчера, а договоренность была 2 года назад. Да с 90-х годов, господин Сверхуев. Нет, 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 мы говорим о конкретном строительстве. Нет, нет, стойте, я к чему это? Если сегодня, через абсурд, нам Эрдоган дал деньги на президентуру, и чтобы мы выслали эти граждан, значит, и раньше было то же самое, или что-то близкое. За каждый объект, вот построили там дворец культуры, построили там, значит, мы что-то давали. Но этого никогда не было. Сейчас премьер сказал, что нужен цирк, я страшно подумаю, кого вышлю, да, или что. Но я продолжу, значит, оглашать версии, которые существуют на сегодняшний день. Одна из них, это все-таки вот эти 7 граждан, да. А либералы, Валерию Мунтиану, вице-председателя либеральной партии, очень четко заявил, почему его не устраивает господин Эрдоган. Потому что есть триумвират, как он сказал, ось, Москва, Анкара, Кишинев. Все очень просто, да. Супердержава. Ось, да, вот, понимаете, и вот, мне кажется, да, почетно должно это звучать, ну, сближение с Москвой, то, что происходит у Турции, ни для кого не секрет. Богдан, вы же видите, что люди, которые не расположены, мягко говоря, к господину Путину, что они говорят? Они говорят, что Россия обещает, договаривается о поставках С-400, мы вспоминаем Турецкий поток, мы вспоминаем договоренности. Они уже договорились о поставках, я прошу прощения, уже купили. Уже, да. Значит, мы говорим об Идлибе, договоренности уже есть, да, которые очень сильно разозлили, значит, часть политологов, и в том числе в Соединенных Штатах очень сильно. Вот такие аргументы. И если бы вот не такая дружба Турции с Москвой, то, возможно, мы бы посмотрели на это по-другому, думают наши либералы. Давайте вот рассуждать. Опять рука Москвы? Понимаете, в чем дело, когда мы говорим о взаимоотношениях больших, важных держав, очень важных для нас в экономическом, политическом плане партнеров, я думаю, необходимо искать позитивную сторону, а не негативную. Понимаете? Тот момент, который высказывает господин Монтиан, у него патологическая ненависть, по-моему, к России и к молдавско-русским отношениям. Это его проблемы психологического характера, на мой взгляд. А то, что Молдова получает выгоду от достаточно крепкого, долгосрочного и, самое главное, плодотворного сотрудничества между Турцией и Россией, это очевидный факт. Зачем от него отказываться? Вот отказываться. Богдан, вы же знаете об этих моментах. Я задам пару таких вопросов, ответов, одновременно, подразумевающие ответы. Дело в том, что Турция, по словам Эрдогана, по словам нынешнего премьер-министра, у Фетулаха Гюлена и его движения Хизмет, где-то пару сотен представительств, как минимум, в 150 странах. Понимаете? Насколько вот эта структура... Здесь не идет сотен, а тысяча. Даже тысячи. Вот эта структура Фета и Хизмет, которые под Гюленом, скажем так, они имеют представительство во всем мире. И там действительно тысячи университетов, лицеев, НПО, организаций, кружков и так далее. И, чтобы вы понимали, Турция обратилась где-то к 30 государствам, как минимум, для выдачи определенных граждан. И этих граждан выдали из многих государств Евросоюза, в том числе про Азию, то есть Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Я уже молчу. И про Африку. Все государства выдавали, потому что это процедура в международном праве. Понимаете? Если обращается государство, ты должен выдавать. Здесь возникает вопрос, как была соблюдена процедура здесь, на месте. Это уже другой вопрос, понимаете? Это другой вопрос. Это вопрос к нашим органам правопорядка, в том числе Бюро по миграции и так далее. Но то, что Турция обращалась во все государства, понимаете, во многие государства, это было. И что, они всем платили? Да никому ничего не платили. Есть международное право, и это право нужно уважать. Это раз. Второй момент, понимаете, тоже очень важный. Когда господин Мунтиану там что-то рассуждает, какая-то ось, Москва, не знаю что, Триумвират. Я хочу напомнить, да, что буквально на днях господин Эрдоган имел уже договоренности с Трампом о том, что нужно прекратить эту санкционную войну, да, и не нужны санкции. И Трамп и Эрдоган пришли к выводу, что им экономическая война не нужна. Это, к сожалению, для господина Мунтиану, да, пускай он смотрит чуть-чуть по внимательней новости. А когда мы говорим о каком-то, какой-то оси Москва-Анкара, здесь имеется в виду, насколько я понимаю, да, турецкий поток. Турецкий поток. Там и другие газору участвуют в крупном экономическом мегапроекте, газовом проекте, да, с Россией, который раздражает Соединенные Штаты. Раздражает. Почему? Потому что Соединенные Штаты хотят продавать свой газ, понимаете, сланцевый газ. Ну, их это раздражает. В Эклиот они не хотят поставлять. Здесь экономика. Эти, получается, С-400, тоже нельзя, да? Людмила, я вам скажу, здесь, если даже господин Жан-Клод Юнкер, да, председатель Варкомиссии, вынужден был сказать, что мы не будем следовать диктату Соединенных Штатов, потому что у Евросоюза есть свои экономические интересы и своя политика энергетической безопасности, которая приоритетна для нас. Поэтому давайте не путать определенные проекты крупные, где Россия участвует со всем цивилизованным миром, с Китаем, там, с Сибирским газопроводом. Но я хотел бы сказать, что не надо быть адвокатами России, понимаете? Нет, так в этом же что получается? Ничего же здесь такого нет. У России свои проекты, у Соединенных Штатов свои, а у нас должны быть свои, понимаете? Мы вообще не должны быть адвокатами никого, кроме самих себя. Вот в Беларуси сейчас получили где-то 8 комбайнов, да? Что нам делать? Ну давайте, потому что господину Мунтиану не нравится Белоруссия, мы возьмем, плюнем в сторону Минска, да и откажемся. Давайте от турков отказываться, давайте от других государств. Я вам хочу напомнить, что мы получаем донации, да, то есть помощь от разных стран мира. И я считаю, что мы должны брать, если это нам выгодно, да, если это на благо нашего народа и облегчает жизнь нашей стране, мы должны брать и у одних, и у вторых, и у третьих. Ну, я думаю, что вот эта информация по поводу того, как должна себя вести наша оппозиция, просто не дошла до них, потому что 15-го числа господин Трамп заявил, да, что изменил отношение к Турции. Это получается три дня назад. То, что я вам говорю сейчас. А после освобождения турецким судом американского пастора Эндрю Брансона, то есть это 15-го, да. Я сегодня отношусь к Турции не так, как два дня назад, уже три дня назад. Это цитата. У меня очень хороший настрой по отношению к Турции. Три дня назад этого не было, заявил Трамп журналист. Я думаю, что эта информация могла просто... Я позволю себе закончить. Я думаю, что просто она еще не дошла до представителей наших правых партий, для которых, Виктор Иванович, не знаю, станете вы со мной спорить или нет, но мнение американского посольства и все, что им говорят американцы, имеет первостепенное значение. Я в этом абсолютно уверена. Дело в том, что они, видать, не приняли во внимание другую вещь. Почему задержался вылет президента Турции из Анкары в Кишинев? Потому что он встречался со специальным представителем Соединенных Штатов Америки, где обсуждали вопросы снятия санкций. Это тоже очень важный момент. То есть они как только на это не обратили внимание. И договорились о нормализации отношений и отказе от санкционной войны. Вот этот момент ключевой, который я хотел подчеркнуть. Вот мне было бы очень интересно, если бы этот момент окончательно был решен, услышать мнение Майя Санду, Андрея Настаса и тех людей, которые, собственно говоря, делают заявления по Турции. Но имеют право делать. Демократия так демократия. Не имеют право, но они выглядят нелепо, я вам честно скажу. Потому что давайте все-таки вспомним, что Турция член НАТО. Нравится это Майя Санду или нет, но Турция член НАТО. Есть еще один важный момент. По сравнению с Республикой Молдовы, Турция с 1961 года является кандидатом в Евросоюз. Понимаете? А мы еще не кандидаты. Ну вот здесь мне жаль Майя Санду. Потому что когда она говорит о том, что это диктатура, и он диктатор, получается, что Европа, куда мы так стремимся. Где она говорит, что все так замечательно, терпит в статусе кандидата в такую страну. Где во главе диктаторы, где вокруг диктаторы. То есть вот здесь, по-моему, какая-то несостыковочка. Нет, несостыковки здесь нет. Здесь отсутствие информации и, я бы сказал бы, базового образования. Потому что говорить о Турции, поверьте мне, это так. Говорить о Турции... Да. На одну минуточку, это экс-министр просвещения, поэтому я так сжалась. Сори, но это действительно так. Говорить о Турции свысока, о Турции, которая имеет колоссальнейшую цивилизационную составляющую, на территории которой было как минимум 6-7 мировых цивилизаций, которая занимала и продолжает занимать лидирующее место в этом регионе. страна, которая имела в своем подчинении не только миллионы людей, но и два внутренних моря, по сути дела, озеро. Я имею в виду Черное море и Средиземное море. Оно ни с кем не делило, особенно во времена Сулеймана Великолепного, Мехмеда Забоевателя, этой территории. И говорить с точки зрения, так сказать, пренебрежения к этой стране, давать оценку этой стране. Потому что, когда говорят о лидере страны, одновременно говорят еще и о народе. Понимаете? Вот так, да. Здесь, давайте принимаем внимание тот факт, что он был избран подавляющим большинством населения Турции. Виктор Иванович, вы же лично с ним знакомы. Да. Вот не могу не воспользоваться. Расскажите, что это за личность? Это харизматичная личность. Очень харизматичная личность. И я вам хочу сказать, что имел возможность познакомиться с ним еще в 1998 году, когда он был генеральным примаром Истамбула. Да. После этого, когда он был в оппозиции, я тогда приехал послом в 2001 году, он еще находился лидером оппозиции, это Ак-Парти Си, а в 2002 году он уже стал премьер-министром. И тогда имел возможность встречаться с ним. Мне что импонирует, это человек-слова. Человек-слова, который, давший его, он идет по пути его исполнения. В любом случае, прав он или не прав, это другой вопрос. Но то, что он последовательен в принятии решений и исполнения, это 100%. Благодарю вас. Мы поговорили о внешней политике, а давайте теперь вернемся и поговорим о роли Турции в гагаузском вопросе. Какова она на самом деле и как ее видят в Молдове? Это разные немножко вещи. Магдан. А вы видите гагаузскую проблему? Нет. Гагаузский вопрос. Я вижу его. Я вижу его, Виктор Иванович. Я могу много вам говорить, в чем я вижу. Пожалуйста. Я вам скажу, так как я понимаю эту ситуацию, хотя не могу сказать, что понимаю ее очень глубоко, по крайней мере, я могу сказать, что Турция все-таки сыграла важную роль в 1993-1994 годах в стабилизации ситуации в гагаузе, в стабилизации, в обретении, в получении и оформлении автономии гагаузской. Потому что если бы Турция не сыграла свою политическую роль, мы бы сегодня имели, возможно, второе Приднестровье, может, еще хуже была бы ситуация и так далее. Потому что вы помните, тогда ситуация в 1990 году была очень шаткой. И вот Турция действительно здесь помогла, с одной стороны. С другой стороны, давайте не забывать, что Молдова, я вот часто общаюсь с гагаузами и так далее, не всегда приятно это слышать, но когда едешь по гагаузским дорогам, понимаете, когда видишь, какая канализация там, какие дома в Волконештах, в Чадерлунде, в Камрате, ты понимаешь, что центральное наше правительство буквально, как вам сказать, издевается где-то, можно сказать, над гагаузией. То есть всегда финансовые вливания урезаются. Это мнение многих гагаузов. Финансовые вливания урезаются, программы различные, по ремонту дорог и так далее, канализации, модернизации, все это гагаузам, как бы, вот все эти европейские программы дают, как бы, чуть ли не сотую часть, понимаете. И в этой ситуации Турция взяла на себя роль, как мне неприятно об этом говорить, такого финансового, да, покровителя, если хотите, гагаузии. Потому что Турция помогает реально гагаузам там вот хоть как-то модернизировать хоть какие-то сегменты, инфраструктуры социальной, экономической и так далее. И этот момент очень важен. И третий момент, я вам скажу, что Турки, да, у них тоже вот интересное, не у турков, а у гагаузов. У них же тоже такое сознание, интерес. С одной стороны, все гагаузы, все гагаузы, да, любят Россию. И референдум 2014-го, помните, там 90 с чем-то процентов, если не 100, были за таможенный союз. Это мы понимаем, это мы знаем. С другой стороны, гагаузы очень активно прислушиваются и к Турции. Понимаете, они видят, что турки помогают им туда-сюда. Поэтому роль Турции в гагаузии, она растет, причем растет стремительно, растет стремительно. И этот фактор в будущем нужно будет учитывать. Ни один башкан гагаузии сегодня, понимаете, не может себе позволить роскошь, как вам сказать, не встретиться с властями Турции, с Анкарой, это раз. Не может себе позволить роскошь, да, не прийти там с визитом каким-то, не поблагодарить за что-то там и так далее. И не может себе позволить роскошь отказаться от помощи Турции. То есть башкан гагаузии сегодня, и вчера, и позавчера, да, такая фигура, которую вынужден всегда смотреть и на Москву, и на Анкару, и, наверное, после этого на Тишинев. Вот такая парадоксальная ситуация сложилась на сегодняшний день. Вот здесь как раз ось получается. Вот здесь в гагаузии 100%. К тому, что вы сказали. Здесь очень важный момент заключается в том, что помощь и кредиты, которые были выделены Турции, Республики Молдова и перераспределены в гагаузии, они являются транспарентными. Они обсуждались, они обговаривались, они в значительной степени были предметом дискуссии не одного года. Когда мы говорим о траншах, о грантах и так далее, поступающих из европейских стран, если вы мне скажете, что они транспарентно распределяются в нашей стране, я был бы рад. Вот здесь проблема. Вот здесь проблема. Поэтому я считаю, что и власти автономии гагаузии имеют определенные претензии в этом плане, потому что с ними эти вопросы не дискутируются, с ними эти вопросы не обсуждаются, и их не допускают к этому распределению. Есть эта проблема, к сожалению. Она существует. И я просто хотела еще сказать, вот как правящая коалиция относится к этому всему. Это же тоже интересный вопрос. Так это к нему задавать вопросы. Да, так к чему вы имеете в виду? Нет. К приезду Ордогана или к Гагаузии? Я имею в виду к роли Турции, как для Гагаузии. Знаете, они смотрят чисто прагматически и электорально. Электорально смотрят. Вот у меня такое впечатление. То есть до тех пор, пока ты их интересам не мешаешь? Да, не мешаешь. Так, ага, приехал, а что принес? Ага, а что ты нам дашь? Ага, а какие? По крайней мере, сегодня были заключены. Не сегодня, а вчера. Вчера, да. Пять соглашений. Пять соглашений, одно из которых позволяет по удостоверениям личности просто уже экономически. Да, это раз, а второе, нашим транспортникам и турецким позволяет нам беспределить. Либерализирует. Да, да. Это тоже важно. Но здесь еще один очень важный момент. Я хочу вам сказать, что вне зависимости от того, кто стоит у власти в нашей стране, нынешняя правящая коалиция или предыдущая, Турция была, есть и на многие годы будет являться важным стратегическим партнером. И принимать во внимание позицию Турции, и ее в значительной степени использовать здесь, каждый из них будет. Мне всякого сомнения. Хорошая уверенность. Это действительно так. Я тоже удивляться некуда просто. Мощнейшая экономика, понимаете, в регионе. После России это вторая экономика во всем вот этом регионе. Пространстве. И не только. Пространстве, я даже сказал. Евразийском будем. Евразийском. И это надо учитывать. Все евразийское пространство, три экономики. Китай, Россия, Турция. Все. Наше время, к сожалению, вышло. Я очень благодарна, что вы пришли. С удовольствием. Да, и мы говорили о Турции, потому что я согласна, что Турция играет огромную на сегодняшний день роль во всех международных процессах. Но особенно мне еще приятно, что, Виктор Иванович, вы пришли в день своего рождения. Спасибо. И поэтому я, пользуясь случаем, благодарю вас за то, что вы пришли и желаю вам удачи, счастья, здоровья. Поверьте, мы ценим, что если человек в день своего рождения приходит к нам на эфир, значит, это друг нашего. Спасибо. Значит, это друг нашего телеканала. Спасибо вам большое. Благодарствую. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»